МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эй, Ола, дай-ка мачете попробовать. Спасибо. Меня зовут Александр Пухов. Вообще-то я профессиональный танцор. Но иногда, чтобы научиться танцевать, приходится делать очень странные вещи. Вот так. Вау! Чтобы понять, почему люди на нашей планете такие похожие, а танцы такие разные, я отправился в кругосветное путешествие. Это Куба. И эти плантации сахарного тростника подарили миру не только обжигающий кубинский ром. Салфа. Из этого можно сделать ром. Но и пьянящую, чувственную румбу. Полтора века назад рабы на этих плантациях также начинали выстукивать на тем, что попадало под руку. И чтобы не сойти с ума от тяжелой работы, придумали первый кубинский танец – румбу. Кубинский танец. Я приехал на Кубу, чтобы научиться танцевать настоящую румбу. Не ту, которую вы видели в конкурсах по телевизору, а дикий черный танец, замешанный на магии и сексе. Чтобы танцевать как кубинцы, мне придется самому стать кубинцем. Я буду играть на их барабанах, танцевать с их богами, стоять в очередях, ловить ритм на пляже и даже пройду страшный обряд посвящения. Все ради румбы. Любой, кто отправляется гулять по Гаване, рано или поздно попадает в переулок Кейхон-Хамэ. Пройти мимо невозможно. Расписанные в психоделические цвета улицы настоящие африканские оази в центре Гаваны. Десяток барабанов и каждый отбивает свой ритм с африканской страстью. Ума не приложу, как под это танцевать. Я импровизирую, стараюсь изо всех сил, но у меня выходит какая-то цыганочка. Чтобы поиздеваться, главная барабанщица вызывает меня на дуэль. Глава Хорицкая Глава Хорицына Глава Хорицына Глава Хорицына Тогда анкобарабанщица выдаёт пулемётную очередь. Я так и сел. Ну, что сказать. Знойная женщина. Мечта понятна. И тут один за другим на сцены выскакивают абориген с мачете. Ребёнок в шляпе. Женщина в мужском костюме с сигарой. Оказалось, это танцующие боги. Оришас. Увидев богиню любви, я опускаюсь в пляс. Увидев богиню любви, я опускаюсь в пляс. Под портретом Ленина темнокожие женщины наперебои рассказывают мне, что Аришас привезли на Кубу ещё первые рабы. Как и в древнегреческих мифах, эти боги мало чем отличаются от людей. Вот видишь, это Ачун. Богиня любви и наслаждений. Она всегда в золотом. Как любой женщине, ей нравятся побрякушки. А это Агун. Он только что спустился с гор. Вообще-то он бог оружия, суровый отшельник. Но не смог устоять перед чарами Ачун. А это Чанга. Он отвечает за мужскую силу во всех смыслах. А также за танцы и игру на барабанах. Чтобы понять, почему все кубинцы верят в этих танцующих богов, я отправляюсь в церковь Регла. Главное место поклонения Аришасу. Когда-то на месте сухогрузов из Анголы и Мозамбика вставали на якоре испанские галеоны. Они привозили сюда рабов и выгружали их на другом берегу залива. Так в районе Регла появилось африканское гетто – гаванский гарлем. На пароме я познакомился с историком Луисом. Когда-то он учился в Ленинграде на зенитчика. А сейчас водит экскурсии по Гаване. Прямо напротив русской православной церкви стоит собор афрокубинских язычников. Испанские миссионеры построили эту церковь, чтобы обратить рабов в католичество. А получилось совсем наоборот. А что вот здесь происходит? Здесь гадают на картах, предсказывают судьбу. Прямо перед входом в церковь, по местному обычаю, я покупаю заряженные фенечки для аришас – танцующих богов. Двойный тамбор – это то, что нужно. Матронушка гаванская в футболке Бэйби. Рассказала, что у каждого бога свой цвет. Чанго любит красно-белые фенечки, и моя – голубые. Зарядить, да, надо? Так, давайте зарядим. Насколько поездок? Теперь, когда я очищен и окурин, я, наконец, получаю благословение. А аришас – черный нал. Не грех и в церковь зайти. Войдя внутрь, я обомлел. На меня смотрела черная Мадонна с белым младенцем. Это статуя Пресвятой Девы Изреглы, покровительницы Морей. Поэтому рабы стали ее считать африканской богиней водной стихии Емая. Молиться своим богам рабы открыто не могли. Поэтому стали искать сходства между аришас и католическими святыми. Например, святую Варвару всегда изображали в красном. А это любимый цвет Чангу. Святая Тереза, святой Лазарь. У каждого христианского святого на Кубе появился свой двойник Ариша. Так, из смеси католицизма и африканских верований, родилась кубинская религия Сантерия. И теперь уже не разберешь, кому на самом деле ставят свечки местные прихожане. Из каждого второго окна в Гаване доносится стук барабанов. И даже без приглашения можно зайти в гости. Правда, вместо приветствия здесь нужно встать на колени и окропить лоб святой водой из лужицы на полу. Похоже, это ром. А что здесь происходит? Это фиеста де Тамбор. Вечеринка в честь Аришес, Чанго и Аббатала. Я уже не удивляюсь. Как будто речь идет о хороших знакомых. Разомлевшие от жары музыканты, расслабленные движения, монотонный ритм. Незаметно ноги сами начинают двигаться в такт. Эти движения из танца Чанго, бога силы и ритма. Похоже, у меня что-то получается. Неожиданно у одной из танцовщиц закатываются глаза. И она, как волчок, начинает кружиться на месте. В нее вселился Чанго. Мы его звали, и он пришел. Все просто. У каждого бога есть не только свой танец, но и ритм. Вот ритм, чтобы вызывать Элигуа. Мне тоже захотелось достучаться до небес. Думаю, у белого получится, да, так барабанить? Да, я тебя научу. Нужно бить вот здесь, вот это позывные Элигуа. А это Агун. Как выяснилось, эту вечеринку в честь Чанго заказала Марта, хозяйка дома. У меня сегодня праздник. 25 лет назад я посвятила себя Абатала и Чанго. Это как именины. В красном углу торт с глазурной надписью «Поздравляю, Чанго». Я уже и сам чувствую, что могу вызывать аришес. Знаю кое-какие ритмы и могу пританцовывать. Но для Марты это профессия. Она – Сантера. Ну, как пифия в «Матрице». Общается с богами и видит суть вещей. Ты не здешний, но что-то в тебе есть, что-то в твоей крови. Я видела, как на тебя действует наша музыка. Может, внутри ты черный? Ну, ты ведь это тоже почувствовал, правда? Оказалось, этот дом непростой. Что-то вроде нехорошей квартиры. В том смысле, что и Марта, и ее муж вызывают духов. Но кто тут этого не делает? С богами здесь все на «ты». Это мои духи, мои покровители. А это? Ну, это наши лидеры. Фидель, Чавес, Че. Его мы особенно любим. Марта, где у нас череп крокодила? Вон там. Никто точно не знает, верит ли Фидель в наших богов. Но я думаю, что да. Единственный раз, когда Фиделя видели без военной формы во время поездки в Африку, он был в белом облачении Сантеро. Еще в доме Марты есть угол мертвых с черепами предков, выцветший советский кабелин утром в сосновом баро и фарфоровые супницы, в которых и живут боги Аришес. Рабы прятали фигурки богов в кухонной утвари, чтобы хозяева не увидели. Здесь, в этих супницах, мои святые. А в тех, моего мужа. Тебе тоже неплохо бы обзавестись покровителем. Узнать, кто мой покровитель, может только один человек. Баба Лао. Дословно, отец Тайн. Власти этого человека позавидовал бы даже Фидель. Кубинцы приходят к нему и за хорошим мужем, и за продвижением по работе. Мой Баба Лао оказался хмурым мужчиной в шортах и поварском колпаке. Встань на колени и лбом коснись пола. И поцелуй. Сейчас я объясню тебе, что здесь происходит. Арула – главный бог в Сантерии. Это бог предсказаний. Я буду общаться с ним, кидать вот эти бусы и смотреть, какие знаки выпадут. Но сначала скажи этим бусам, зачем ты пришел, чего ты хочешь. Здоровья, решение проблем, может быть, стабильности. Нет уж, на Кубу я приехал точно не за стабильностью. Чтобы получилось танцевать румбу. Хорошо, как у темнокожих кубинцев. Дальше почти все то же, что и у гадалки. Потряси и раздели на две руки. После получаса пасов Бабалао сообщает мне волю Арула. Тебе нужно обязательно пользоваться кремом для загара. А если чувствуешь недомогание, обращайся ко врачу. Да, впечатляет. Я уже готов уйти, но тут Бабалао говорит мне самое главное. Твой покровитель Святой Лазарь, он поможет тебе исполнить твое желание. Он чудотворец. И вот цвет фиолетовый, кстати, как твоя майка. Раз Святой Лазарь смог воскреснуть из могилы, может, сделает еще одно чудо и научит меня танцевать? Правда, у него тоже есть список и желаний. Бабалао записывает, чтобы я ничего не забыл. Запоминай, девять цветов, девять фруктов, девять сладостей, а еще ром, яйцо, кокос, курица и голубь. Когда все соберешь, мы устроим церемонию в честь Святого Лазаря. Кстати, за нее ты должен будешь заплатить сбор, 45 песо. И когда это я все куплю и принесу, желание сбудется, мое? Я даю 80-90%, что оно исполнится. Главное делать все с верой. Это же религия. Чтобы окончательно меня убедить, перед выходом Марта показывает моего будущего патрона. Вот он, Святой Лазарь. Когда на церемонии тебя окропили, это было посвящение ему. Это все Святые Лазари. Я отправляюсь за покупками с почти религиозным рвением. Но мое воодушевление быстро улетучивается. В главном супермаркете Гаваны ничего из списка не нашлось. Здравствуйте, у вас есть яйца? Нет, нет, не завезли. А когда будут? Не знаю. Куда бы я ни пошел, я натыкаюсь то на пустые полки, то на очереди. Дружище, сколько тебе брать? Что есть-то вообще? Рис, сахар, кофе, сигареты и соль. Да и это по карточкам. Так ничего и не купив, я иду на главную румбовечеринку недели, квартал Поленки. Поленки – это что-то вроде патио. Внутренний дворик, где уже четверть века каждую субботу собираются лучшие румберы с Гаваны. Здесь четкое разделение. Туристы налево, свои направо. Я сразу иду в фанатский сектор. О, новенький? Да. Научишь танцевать румбу? Да, румба. Что, прямо здесь? Да. Сейчас? Хорошо, минут через десять. Погоди, чуток. А сам-то ты откуда? Из России. Да. Да. На Саровье. Спасибо. Если тебе нравится румба, значит, ты горячий парень. И трех минут не прошло, как стало понятно, почему меня приняли как родного. Угостишь нас, Рома? Бутылку? Давай возьмем на всех. Бутылку на всех? Ну да, бутылку. Для него, для него и для него. Ладно, давайте бутылку. Пока разливают румб, на сцену опять выходят танцующие боги – Оришас. Это не просто танцы. На Кубе мы все верим в Сантерею. Румба из этого выросла. Чтобы танцевать как черный, ты должен думать и чувствовать как черный. Легко сказать, когда на сцене начинает танцевать странный персонаж в фехтовальной маске, я чувствую, что попал на другую планету. И тут я вижу какую-то другую румбу. Это явно не ритуальный танец, а какой-то уже совсем светский. Мужчина охотится за девушкой, а она делает вид, что прячется. При этом двигаются оба так пластично и мягко, что для меня это и правда черная магия. Мой новый друг пытается вбить в меня этот причудливый ритм. Сидеть на месте уже никто не может, и начинается дискотека. Слава богам, хоть как-то я уже могу двигаться. Повторяю то, чему успел научиться. Движение Аришис. Но люди вокруг танцуют совсем по-другому. Наверное, так как я, танцевали лет 200 назад где-нибудь на плантациях. За это время румба ушла далеко вперед. Никогда за 15 лет танцев мне не приходилось двигаться под десяток ритмов сразу. А для кубинцев это так же естественно, как ходить. Видимо, без помощи Святого Лазаря все же не обойтись. Пойду за покупками. Да, с таким букетиком только на свидание к Святому Лазарю. Ритуальный букет мне заворачивает в главный рупор революции газету Гранма. Я вычеркиваю списка первых пунктов. Пока фрукты запаковывали, мне почудилось, что в соседнем ряду прошел сам Святой Лазарь. Вычеркиваем. Все-таки придется купить ему сладкого. Как будто вернулся в советское детство. На цветочке-то завязываю. Чувствую, пока стоит. Я уже чувствую, как очищается мой карман. Оказалось, даже яйца в Гаване все-таки можно найти. У спекулянтов. Здравствуйте, одно яйцо. Сколько? Они получают их по карточкам и перепродают в два раза дороже, чем в магазинах, где яиц никогда нет. С товарами культового предназначения все оказалось в сто раз проще. Безымянные лавки с финичками и благовониями на каждом углу. Нету яиц, зато есть свечки и какая-то религиозная мука. Нормально. Как у нас в 90-е годы. Здрасте, курица и уголубка. Эй, кузен, да это же моя курица. Он ее к бабалау понесет. Наконец, последняя покупка из списка Лазаря сделана. И я возвращаюсь на нехорошую квартиру. Иногда ради танцев приходится делать очень странные вещи. В следующей серии афрокубинская магия поможет мне поймать ритм. Я научусь делать барабаны и танцевать на песке. И, наконец, отправлюсь на родину румбы, чтобы станцевать со старейшими румберос Острова Свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова